В субботу Русское культурное общество и Центр досуга Причудской деревни Лохосу встречали гостей. Народный смешанный хор имени Геннадия Бутузова из Кивиили. Этот коллектив за свою почти что 70-летнюю историю выступал на фестивалях и певческих праздниках в Эстонии, России, Италии, Франции, других странах, а теперь вот приехал в маленькую деревню. Руководитель коллектива Раиса Вишнева, которая пришла на смену ушедшему из жизни Геннадию Бутузову, рассказала, что осенью прошлого года хор ездил в Пушкинские горы, выступал на празднике в Пскове. Самому младшему хористу 13 лет, ветеранам за 70. Евгению Васильевичу Рядкову, например, в этом году исполнилось 70. В хоре он поет с 1991 года. Еще молодой, петь да петь, говорит о нем дирижер Вишнева. Участвуют в хоре жители Кивили целыми семьями. Раиса Лохусу – маленькая деревня, где даже нет своего клуба. Зрителей немного, и вы это знали, но тем не менее откликнулись на приглашение, собрались и приехали. С охотой ехали или же по долгу службы? Да что вы, с большой охотой ехали, ведь здесь живут люди, у них своя жизнь, хотя они и ограничены в общении с классикой, народной хоровой музыкой. Но они имеют право на такие встречи. И доставить им радость – наша обязанность. Им удовольствие, нам удовольствие. Ведь правильно говорят в народе – мал золотник да дорог. И хорошо, что в деревне есть энтузиасты культуры, которые нас пригласили. В Эстонии, когда речь заходит о русской культуре на периферии, иногда все сводится к традиционному «медведь-матрешка-балалайка». Какими критериями руководствуется хор имени Бутузова у себя дома и на выездных концертах в глубинку? Мы рады любой аудитории – большой и маленькой. Ведь настоящий артист даже для одного зрителя будет играть и петь, как для полного зала, с полной отдачей. Наш репертуар несет людям добро. Мы поем с открытой душой, и люди откликаются добром на наше искусство. В нашем репертуаре русские, эстонские, украинские народные песни, классика. Мы уверены в том, что культура, искусство способны сблизить людей разных национальностей. А в наше непростое время это очень и очень важно. И еще наш хор способен развеять мифы об Эстонии. Когда мы в прошлом году выступали в России, после того, как объявили, что на сцене хор из Эстонии, публика насторожилась и встретила нас немного хладновато. В финале же концерта нам устроили такую горячую овацию, что могли бы позавидовать мировые звезды. Раиса Вишнева упомянула деревенских энтузиастов культуры. Это руководитель русского общества Наталья Туманова и хозяйка центра досуга Марика Ольберг. И, конечно же, директор местной школы Кюлли Оя. После того, как в деревне фактически пришел негодно сельский клуб, а все попытки восстановить его через какие-либо проекты потерпели провал, школа стала настоящим центром поселковой культуры. Именно здесь, в маленьком, но уютном школьном зале с хорошей акустикой выступили хор имени Геннадия Бутузова, ученики и преподаватели Кивиилиской школы искусств, русский и эстонский коллективы Лохусу. А после концерта гостям из Кивиили показали школьную достопримечательность – аллею выпускников с отпечатками ладоней тех, кто учился в местной школе. Традиционный праздник, который организовали деревенские энтузиасты при поддержке волосного управления, назывался «Встреча друзей в причудии».